Привет! Я вам расскажу свою личную авторскую программу «Как бросить курить». Она разделена на три этапа для лёгкости понимания. Первый этап – это почему, собственно, человек хочет курить? Как он додумался поджигать траву и брать себе в рот? Почему он берёт что-то себе в рот? Второе – как связан характер с курением? И третий – курение – индикатор недоразвитого человека. Это уже будет как бы вывод. Во время своего развития человек проходит через семь этапов развития. Нас интересует первый – это младенчество. Во время своего начала развития для ребёнка существует только один сосок. У него только одна функция – найти сосок и пришасаться к нему. Он даже не понимает, что есть грудь, у груди есть матери, матерь. И со временем, с этапами, он начинает и это понимать, что надавит на грудь, пойдёт молоко, у груди есть мать и так далее. И со временем этот спектр будет расширяться, спектр понимания. И во время каждого этапа происходит развитие психики. И во время младенчества первого этапа происходит этап развития доверия или недоверия к окружающему миру. Итак, допустим, ребёнок сосёт грудь, укусил, мать такая, на, не кусай. И ребёнок уже, когда вырастет, он будет письмистом или он будет не доверять, постоянно подозрительным будет. Или то же самое с матерью, да, будет её бить там отец или ещё что-то, какие-то нездоровые отношения в семье. Человек будет не доверять миру, со временем у него будет недоразвит характер и так далее. Итак, и наоборот, что бы ни случилось, даже плохо-хорошо, сосок, момент сосания у ребёнка ассоциируется с безопасностью. Если не бьёт мать, если мать бьёт, то это самые худшие последствия будут. И когда ребёнок не сосёт грудь, он берёт палец, когда беспокоится или боится. Представьте, теперь себе 30-летнего, 40-летнего или 15 лет пацанчика, и он будет палец, будет себе палец в рот брать? Нет. Поэтому он берёт сигарету, чтобы чувствовать себя в безопасности. Итак, вот так связь сигареты с младенчеством. Итак, мы поняли, почему человек курит. И теперь перейдём к характеру. Ребёнок, который вырос в здоровой обстановке, одарённый любовью с двумя психическими здоровыми родителями, приобретает здоровый характер. Он хорошо развивается, способен защитить себя, отстаивать свои права, отстаивать свою психику здоровую, здоровье своё психическое. А ребёнок, который вырос в нездоровой семье, что он будет делать? Он будет приобретать безопасность с помощью сигареты. Чуть-чуть конфликт — сигарета, стресс — сигарета, работа, проблема — сигарета. А здоровый человек будет решать. Проблема решила, проблема не можешь решить, ну и пофиг с ней. Не можешь решить — это уже не проблема, это уже беда или ещё, пофиг, короче. Как-то так. Дальше. То есть тревогу решаешь, стресс решаешь, всё решаемо. Человек, даже то, что не решишь, это уже просто принять это надо. Такое редко бывает, но с этим ничего не поделаешь. А нездоровый человек будет брать сигарету в рот. Итак, почему человек вырос в бесхарактерном? Это мы уже рассказали. Не только виноватый снаружи, но и виноват сам. Потому что я как воспринимаю это всё, как я решаю. То есть любые слова можно не принимать. То есть 50%, даже если не 70%, вины лежит на самом человеке. Нужно принять то, что я не смог защитить себя, не смог защититься от грязи, от негативного влияния родителей и общества. Поэтому я вырос в бесхарактерном. И после этого покаяться, признать, что я хочу быть человеком, хочу быть здоровым человеком. И только этот путь начальный. Без этого никак. Ещё есть три самые плохие черты характера. Они неизлечимы почти. Это высокомерие. Человек считает себя выше других людей. Он перестаёт развиваться, он перестаёт учиться у других людей. Потому что чему у них учиться? Я ведь самый лучший. Второе — это уныние. Что бы ни случилось, виновата политика, президент, люди, родители, соседи, начальники, девушка и так далее. Но только не я. Это уныние. Это одна из опасных черт. Третье — это самолюбие. Человек так сильно зациклен на себе, что не может адекватно воспринимать общество. Он даже самые маленькие замечания будет принимать в штыки. Ведь как можно такого прекрасного человека осуждать или ещё что-то делать? Это лицемеры, моральные уроды. Я сам был таким. Только покаяние. После этого — исцеление. Итак, рассмотрим это всё вместе. Почему человек хочет брать в рот, мы поняли. Как образуется здоровый и сломанный человек, мы это разузнали. А теперь это всё соединим с правила. Правило гласит. Правило Мустафы, это я и придумал, гласит, что человек курит. Если человек курит, то у него недоразвитый характер. Это аксиома. То есть, если ты куришь, то только потому, что ты слабак. Слабый характер. Не способен защитить себя. Вместо защиты тянешься к соску. Итак, как бросить курить? Это развивать характер. Способность защитить себя. Это главное правило. Если вы где-нибудь видели в окружении своём людей, которые бросили курить, то вы поймёте, что это люди, которые смогли защитить себя. Приобрели характер. Вы такие думаете, как ты так бросил резко, если 5-10 лет курил, как ты резко бросил, и всё, даже одно не куришь. А дело в характере. Иногда человек даже курит по привычке. Он уже давно смог защитить себя. Приобрёл характер. Просто курит, потому что привык. Это тоже другое дело. Это очень легко решаемо. Поэтому, если уже человек приобрёл характер, нужно диссоциировать себя с тем человеком, который начал курить. Начал курить бесхарактерный ребёнок, подросток. Но тот, кто сейчас курит, он уже здоровая Личность. И тебе уже не нужно курить. Тебе не нужен сосок. Ты можешь решить проблему. Ещё один нюанс. Если человек долго курил, то курение становится частью Личности, частью Жизни. И если человек бросит курить, то образуются огромные пустоты. Поскольку он курит по 15-15 минут, всякие друзья, товарищи, с которыми он встречался и курил, вместо этого будет пустота. И человеку будет намного сложнее бросить курить. Поэтому обязательно нужно приобрести вместо этой пустоты хобби. Например, я снимаю видео для вас. Поставите комментарий, опишите меня, оцените меня, лайк, подписку на канал. Вот этим я занимаюсь. Это моё хобби. Оно заполняет мою пустоту. Я спасён и хочу спасти вас. Если вы это уже смотрите и досмотрели до 9-й минуты, то вы уже почти исцелены. Хобби. Если бросить просто так, это будет очень трудно. Берёте себе занятия, занимайтесь. То, что вы любите. Не просто так ради хобби. Тем, чем вы хотите заняться. И всё. Последнее, что я хочу вам сказать. Человек не может бросить курить. Потому что курение – это не наркотик. Это не мощнейшее психотропное какое-то вещество. Оно не держит человека. За курение никто никого не убивал никогда. А вот человек способен перестать курить. Сделать выбор. А выбор делает человек с характером. И последний раз повторю ещё раз. Человек не может бросить курить. Но человек может перестать курить. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Лайк. Комментарий.